Есть два берега речки, вы между ними наводите бандонную переправу. Что делать, если берега близко? Никаких проблем нет, надо просто положить в квадратика, это будет называться бандон. Что делать, если берега находится на расстоянии 2? Тоже проблем никаких, положили два квадратика, ну и по сути другого никак не сделаешь. А вот если берега расположены на расстоянии 3, то варианты уже есть. Можно положить такие вот 3 квадратика, извините, что я не вам не знавал, но надеюсь, вы меня понимаете. Или положить 2 квадрата, и здесь положить еще 2 квадрата. Давайте я объясню требования, которые накладывают на эти бандоны. Понтонная переправа должна все время идти с одного берега на другой. То есть такие вот хитрые возвраты освещены. Понтоны должны быть нужны. То есть вот просто здесь отрядов положить понтоны нельзя. Вот это, мне кажется, понятно, что это 2 варианта. А сейчас в середине реки нельзя добавить еще несколько понтонов? Лишних понтонов не бывает. Это будут не личные, если я эти 2 клетки сдвину. Нет, 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 я и говорю, вот тогда надо просто это выбросить и сдвинуть. То есть идея поставить их в вертикали еще совершенно не приветствуется. Потому что можно их выбрасывать и сдвинуть понтоны. Когда река ширины 4, пытаемся нарисовать все существующие понтонные переправы. Первая понтонная переправа выглядит очень просто. Давайте я буду кресики ставить на эти квадраты. Бывает еще такая. По понтону, потом вниз, а потом обратно. Бывает, бывает такая картинка. Так, а еще? А можно вверх-вниз? Нет, вверх-вниз это в данном случае не так важно. Вы лучше скажите, какую картинку я забыл. 4 картинки так не должно быть. Каждый следующий понтон должен начаться правее, чем предыдущий. И закончиться должен тоже правее. 3, это правильно. 3. Да. 3. Немножко противоречит моим словам, что нельзя использовать лишние клетки. Но, тем не менее, в этой задаче это надо. Вот такая штука. Объясняю. У нас правило такое. Каждая следующая цепочка должна начаться правее, чем предыдущая. И закончится тоже правее, чем предыдущая. Бантоны могут быть естественным образом. Расположены в дереве каталана. Нужно нарисовать такой приблизительный рисунок. Представьте себе, у вас речка ширины N плюс 1. И вы берете какую-то понтонную структуру, которая устроена вот каким-нибудь таким образом. Замечательно. Понимаете ли вы, как устроен последний понтон? А на самом деле ничего хитрого нет. Если вы проведете прямую, отступив одну клеточку, то вы или от последнего понтона, что называется, отщелкните одну клеточку, или будет более хитрая. Вот мог здесь предыдущий понтон выйти. Подумайте. Все, что вы должны делать на следующем уровне, это на самом деле превращать понтоны в понтоны, преодолевающие более широкую ремень. Вы или последний из имеющихся понтонов наращиваете на одну клеточку. У нас, смотрите, здесь вот один единственный вариант. Здесь один единственный вариант. Здесь уже два варианта. Значит, я рисую здесь вот картинку, когда один, потом один прямоугольничек. Здесь, когда два прямоугольничка. А теперь смотрите, что у меня дальше будет. Я могу или прерисовать один. Давайте я это нарисую сюда. Вот они у меня здесь есть три квадратика. Или я могу к этим двум квадратикам снизу пририсовать один квадратика. Согласитесь, что вот эти две картинки, это в точность есть вот эти две картинки. Согласны? Да. Согласны. Теперь смотрите, пожалуйста, почему я нарисовал эту сюда, а эту сюда. А потому что нижний понтон, он здесь длинный, а здесь короче. Теперь смотрите, что я буду делать. Я могу удлинить. Это, согласитесь, без проблем делается, да? И получается тогда у меня вот так вот здесь три квадратика. А могу принесовать снизу. Получилось. Теперь здесь то же самое. Я могу удлинить. И это будет вот здесь четыре квадратика. Могу принесовать снизу, чтобы это была длинная штука. А могу принесовать снизу, чтобы она была более короткая. Всего лишь из основной клеточки, чтобы пересечение состояло. Так, теперь давайте возьму любую из этих картинок и объясню, как она пойдет дальше. Например, вот эту. Я могу удлинить. Это пойдет вот сюда. Два квадратика осталось, а здесь четыре квадратика появилось. Могу принесовать снизу наоборот, но так, чтобы она была короткая. Это будет в самом начале. Это будет в самом начале. А могу принесовать тоже снизу, но чтобы она была подлиннее.